Доделаю пылесос с моим новым помощником. Вы видите посылка очень внушительных размеров, не стал ее ставить на стол, потому что было бы не видно. Давайте аккуратно все откроем, достанем, посмотрим как упаковано. Для меня распаковка это важный момент. Постепенно достану все комплектующие, а потом мы с вами подробно остановимся, посмотрим что входит в комплект. Внушительный размерчик, давайте снимем упаковку и рассмотрим этого красавца поближе. Выглядит круто, включанто. Ай красота внутри, класс. Ребятки перед вами здоровья красавец, уже полностью собраны и готовы к печати прямо из коробки 3D принтер фирмы Quidi X-Maxx. Один из самых больших в линейке, область печати у него 250 на 300 мм и высоту он печатает 300 мм. Есть у него собрат побольше, есть меньшие принтеры в линейке. На что я хочу сделать акцент. У этих 3D принтеров фирмы Quidi очень классный дизайн, причем каждый отличается по виду от своего собрата, от меньшего или большего. У всех свой уникальный дизайн. И самое главное, у них у всех закрытая термокамера. То есть можно печатать нейлоном или другими пластиками, которые требуют повышенной температуры в камере печати. Но давайте поближе рассмотрим это чудо техники. У X-Maxx удобный цветной сенсорный экран управления. Верхняя прозрачная крышка из пластика легко ставится и снимается. Фиксация здесь на магнитах. И нужна она только при печати нейлоном. При повседневной печати PG или PLA она просто не нужна и снимается. Ребята, смотрите, важное замечание. Первое, что нужно сделать, это снять вот такие вот прищепки, которые были на ремнях. На всех ремнях они. Это было сделано для транспортировки, чтобы ничего не двигалось. На дверце у нас тоже магниты. И никаких тебе торчащих петель. На многих принтерах это просто очень портит внешний вид. А ну-ка, иди домой. На оси Z мы видим два ходовых винта и четыре цилиндрические направляющие с линейными подшипниками. Диаметры направляющих 12 миллиметров, ходовых винтов 8 миллиметров. На осях X и Y также цилиндрические направляющие и линейные подшипники. Для крепления ходовых винтов и направляющих оси Z предусмотрены металлические балки с обеих сторон. Шаговые двигатели оси Z скрыты в нижней части корпуса. Двигатели и направляющие оси X зафиксированы на каретке, которая перемещается по оси Y. В свою очередь, двигатель оси Y закреплен на корпусе и имеет вал с двух сторон для синхронизации, чтобы не было перекосов при перемещении по оси Y. При необходимости для понижения температуры и фильтрации воздуха на корпусе есть два больших вентилятора. Еще одной отличительной особенностью этого принтера является съемная подложка магнитная. И печатать можно причем на двух сторонах, на этой мы печатаем, когда используем PLA, обычные пластики, ABS, PG. А переворачиваем и печатаем на черной, когда нам требуется напечатать что-то нейлоном, высокотемпературными пластиками. В комплекте идет клей, который нужно использовать при печати на черной стороне магнитной подложки. При печати на белой стороне клей использовать не нужно. Стол выполнен из алюминиевой плиты, довольно-таки внушительной толщины 6 миллиметров и вы можете видеть множество встроенных магнитов. Также мы можем видеть еще один нижний слой толщиной в 1 миллиметр, это нагревательный элемент стола. Для регулировки уровня стола предусмотрены почему-то три, а не четыре крутилки снизу, надеюсь этого будет достаточно. Сейчас отрегулирую стол и кстати для удобства в комплекте идет вот такой пластиковый лист толщиной 0,25 миллиметра. К сожалению в меню нет русского языка, можно поставить немецкий, японский, корейский, китайский, английский, будем на английском. Есть два вида настройки стола. Быстрая, это регулировка только по одной точке по центральной и нормальная. Три точки и центральная для заключительной настройки. Далее всем известная нехитрая процедура, попеременно настраиваем уровень стола в трех точках и по центру будет заключительная четвертая точка. Там уже настраиваем уровень через меню. Шаг деления 0,5 миллиметра. Поднимаем выше или ниже. Я думаю уже многие заметили, что на принтере установлен директ экструдер. Это не может не радовать, потому что кроме повышения качества и скорости печати мы еще имеем возможность печатать резиноподобными пластиками типа ТПУ. Кроме небольшого количества инструмента и флешки на 16 гигабайт в комплект идет еще один экструдер. Также есть две запасные тефлоновые трубки короткие и сопла 0,4 миллиметра. Ребятки, вот так выглядит уже собранный высокотемпературный экструдер. Судя по инструкции заменять его довольно просто. Сейчас стоит стандартный, который позволяет печатать обычными ПЛА, ПДЖИК, пластиками, АБС. А чтобы печатать нейлоном нужно заменить на вот этот экструдер. Прежде чем мы это сделаем, давайте попробуем что-то напечатать просто для тестовой печати стандартным пластиком. Кстати компания КВИДИ не поскупилась и в комплект положила целый килограмм красного ПЛА, заряжаем. Для этого с обратной стороны выдвигаются две штанги и сюда устанавливается держатель для пластика с двумя ограничителями. И теперь нужно зафиксировать ограничитель, сильно прижимать не нужно, катушка должна свободно вращаться. По традиции не могу не показать вам внутренний мир этого принтера. Сейчас снимем крышку, посмотрим на электрику. Ну и так выглядит внутреннее пространство. Все выполнено довольно таки аккуратно. Мощный блок питания на 24 вольта. Давайте рассмотрим плату поближе. Драйверы встроенные и у них у всех один радиатор. Ребята, ну и давайте попробуем что-нибудь напечатать. На флешкарте есть тестовый файл для печати. Запустим его. Принтер печатает очень тихо, слышно только в вентилятор охлаждения. Пока можно попить кофе. Кстати, ребят, совсем забыл сказать, что в комплекте есть запасная магнитная подложка еще одна. Во время печати стандартными пластиками включается циркуляция воздуха. Обращаем внимание на уровень шума сейчас. Делаем вот так. И вот так. И теперь практически вообще ничего не слышно. Ну за это вообще 5 баллов отдельно. Ребята, ну наверное всех принтеров, которые у меня были на ворота, На обзоре у этого печать самая тихая, я просто в восторге. Потому что принтер будет жить в мастерской, много печатать и уровень шума очень важен. Потому что здесь я постоянно снимаю видео, чтобы не мешать, чтобы не прерываться. Принтер хорошо защищен, он закрыт со всех сторон и это для моей мастерской только плюс. Допечаталась модель и вот так принтер печатает прямо из коробки. Сейчас попробую первый раз в жизни напечатать что-нибудь нейлоном. На Алиэкспресс заказал необычный нейлон с добавлением карбонового волокна. Вот так выглядит нейлон с карбоном вблизи. И прежде чем мы попробуем напечатать что-нибудь нейлоном, до этого я ни разу не печатал этим пластиком, мы должны полностью заменить печатающую голову из комплекта. Это вторая, она уже полностью собрана и специально предназначена для печати нейлоном и угленаполненными пластиками. То есть рассчитана под более высокие температуры и здесь стоит более износостойкое сопло. Делается это очень просто, всего за несколько шагов. Давайте это сделаем. И самое большое отличие на печатающей голове, которая предназначена для обычных пластиков, видно установлен мощный вентилятор обдува зоны печати и довольно-таки крупный вентилятор охлаждения хот-энда. А на втором вентилятор обдува напечатанного пластика вообще нету, а вентилятор охлаждения хот-энда совсем-совсем маленький. Как вы видите, катушка с нейлоном устанавливается уже внутри корпуса на специальном кронштейне из комплекта. Устанавливаю магнитную подложку черной стороной вверх и наношу тонкий слой клея там, где будет производиться печать. Ну и последний шаг для полноценной работы нам нужно установить слайсер, который есть на флешкарте в комплекте. У компании Quidi слайсер в своей разработке, но он очень сильно похож по внешнему виду и по функционалу на слайсер Cura. Установка очень простая, всего несколько шагов, так что не вызовет никаких трудностей. Также для удобства работы предусмотрено подключение принтера по Wi-Fi. Во фьюжене разработал вот такую шестерню с модулем 1.75 35 зубов с токарного. И попробуем ее напечатать точно такую же из нейлона. Итак, первая деталь из нейлона готова. Давайте достанем, посмотрим что получилось. Деталь остывает и начинает сама отлипать от стола. Теперь я понимаю почему нужна закрытая камера и повышенная температура внутри. Это уже вторая деталь. Первая у меня отлипла от стола и испортилась. Для второй детали стол я намазал более жирным слоем канцелярского клея. По идее эта подложка должна легко отлипнуть. Более менее. Есть. Получилось вроде неплохо. Вроде все совпадает. И давайте попробуем поставить на токарный станок. Посмотрим сможет ли она работать, выдержит ли эта шестерня из нейлона. Вы видели сами ребята. Все работает. Для более длительной и ответственной печати мне пришлось забрать принтер домой. Потому что у меня в мастерской на ночь отключают свет. Надо подумать о системе бесперебойного питания. И печать этой детали заняло где-то 20 часов. Кстати можете оценить габариты принтера. Такие довольно таки немаленькие. И самое приятное, что этот принтер самый тихий из всех, что у меня были на обзоре. Реально шепчут. Давайте достанем деталь и посмотрим что получилось. Чтобы улучшить адгезию я замотал поверхность магнитной подложки 500 наждачкой. И клеем мазал обидно. Температуру стола выставил на 5 градусов. Больше 105 градусов. Есть. Точетливо видно что в одном месте деталь отрывалась от подложки. Именно от подложки. А не от стола. Так называемая воздушная подложка. И дала очень сильную усадку. Естественно такой результат меня не может устроить. Я парень упертый и решил все повторить. Повторение мать учения. Бесценный опыт. Тем более с нейлоном я работаю впервые. Ну что ты закончишь печатать или нет. Уже не могу ждать. Все таки у нейлона очень большая усадка. Даже немного подняло магнитную подложку. Но деталь не оторвала от стола. Обратите внимание. На этот раз я поступил немножко по другому. Выбрал тип прилипания к столу кайма. И во фьюжене добавил еще подложку толщиной в 1 миллиметр полнотелую. Превышающую диаметром саму деталь. Вы видите деталь намертво держится на подложке. Нейлон отлично обрабатывается на токарном станке. Поэтому предлагаю переместиться в мастерскую. Сточу там вот эту подложку. Уберу все поддержки. И немножко соберу и покажу вам вид будущего пылесоса. Примерный каркас. Единственный недочет печати. Вот здесь вот с двух сторон большая усадка. Не знаю с чем это связано. Ну короче с нейлоном набираться и набираться опыта. А так мне очень нравится то что получилось. Очень хорошее качество печати. Вот что у нас получилось. По моему хорошо. На удивление нейлон очень хорошо точится. Очень гладкая поверхность получается. В отличии например от пыла. Пыла так на токарном не обрабатывается. Это пазы под провода. Сюда будет вставляться двигатель пылесоса. Сюда будет подсоединяться шланг и засасываться пыль. А через эти пазы пыль будет выбрасываться в отсек под сбор мусора. Здесь будет разъем для батарейки. Ну и будет подсоединяться знаменитая наша батарейка. Сейчас наверное подсоберу и покажу вам. Эта деталь еще будет проходить пост обработку и подгонку. Ну а пока покажу самое главное качество нейлона из-за которого я его выбрал для пылесоса. Буду показывать на другой неудавшейся детали. Вы видите его очень и очень сложно ломать. ПЛА или ПДЖ уже давно бы разлетелись от таких ударов. Кстати сравним с деталью из ПЛА. Один удар и видите какой хрупкий пластик. То есть нейлон при свободном падении с ним просто ничего не случится. Немного подсобрал конструкцию и могу вам показать примерные силуэты будущего пылесоса. Уже что-то вырисовывается. Напомню батарейка здесь будет на 20 вольт. Как-то так. Ребятки те кто ждал пылесос наконец-таки вы дождались. Обещаю теперь возьмусь основательно за этот проект и целью стремленно. И в ближайшее время будем его доделывать. Первый опыт с нейлоном. Что-то получилось, что-то нет. Но тем какая у меня вышла деталь я очень доволен. Все размеры сошлись. Нужно немного доработать. И самое главное, что эту деталь практически невозможно разбить. Ну а подводя итоги обзора буду лаконичен. Quiddy XMAX это пожалуй лучший принтер, который был у меня на обзоре. Я просто в восторге от его красоты, функциональности и от тишины работы. В общем все ссылки как всегда в описании под видео. Всем пока, скоро увидимся.